Всем привет! Сегодня будем смотреть постройки моего гостя. Что это такое? БТР? Это БТР-80. Так, расфиксируй, тут кажется нужно будет всё это задвигать. А, ты уже нажал, да? Стой, закрой дверь, закрой дверь, не трогай ничего. Так, начнём. Вот БТР. У него есть колёса, да? Дверь открой мне? Как открыть? Куда ты нажал? А то мне потом надо будет, если открыть. Это открывать на РТЕ. А, это у тебя там, да? Так, тут есть стульчики для меня, наверное. Кнопка. Ой. Это для крылья. Да дрогать не надо было. Да. Синяя кнопка, это окна закрывают. Синюю кнопку я нажал, тут у меня пушки включили. Это нажали на красную. А, синяя закрывает, открывает там. Вот, окна закрыты, вот сейчас у меня. Окна. Сейчас, подожди. Тартика нужна. И открывает. И у меня ещё активируются две пушки зачем-то. Угу. Дальше. Красная кнопка, это пулемёт. Обожаю такие пулемёты. Мало кто их строит. Ну, для полупы. ЗЦВБ. Я понял, он плохо поворачивает. Он плохо поворачивает, потому что там колёса, по-моему, не правильно поставили. Ну, да. Немножко неправильно. Вроде бы сделал. Но полный поворот, поэтому сложно делать. И сильные лаги появляются. Ну, он как бы тяжёлый. Там ещё сзади появляются красные фары, когда ты назад едешь. О, надо будет из него наделать. Из неё она не очень красива. Не, не он можно красить. Там красиво. О, люк открывается, но только не до конца один. Он открывается, но это... Он открывается не до конца, потому что там пушка уменьшает. А, нет. Пушка поворачивает лево-право. ЗЦ. Стой, смотри, я мог два люка открыть. Так, ЗЦ. ЗЦ влево-вправо пушку. В, Н. Это вверх-вниз. Это уже... Ой. Ммм, она немного в танк застряла. Ой. Пере, она немного не в танк застряла. Ну, это... Ну, короче, нормально всё. Ой. Да. Нормально пушка встала, а теперь БТР перевернулся. Сделать что-нибудь? Эээ, я не знаю. Там надо пережнуться, зажать А и вперёд. И иногда С и Д. Там надо просто поворачивать. А, гусеничная механика, вот это я не заметил. Стоп, а чё, только две кнопки? Перёд-назад ехать? А, ещё есть гипот 1, 2, 3, по-моему, это... Ну, там, по-моему, камера есть. Только первый и третий работает, это камеры. Ну да, 1, 3. Так, а чё, надо каждый раз подходить к этой красной кнопке, чтобы начать стрелять? Ну, это вообще... От первого лица я хотел сделать, чтобы надо на кнопку было нажать, потом на камеру и стрелять. Там же камера, по-моему, снаружи. Так, камера какая у нас? Сейчас я подниму пушку, а то она стреляет, никуда надо. А, НВ, да? Н... НВ, вверху, мальчик, опускаешь. Ну, как я пропустил, чтобы было легче управлять. Ну, мне так наоборот, что ж, не... Ничего, да у меня не получается нажать. А, там... А, на первом лице надо нажать. Ну, сделаем, по-моему, стрелять через камеру. А, что это там за конфета торчит? Ну... Ну... А, где? Это, кажется. А как вот эту дверь-то открыть? Вот эту. Эту дверь только через кресло. Куда нажимать? Она... Сбоку Э, да, Игрека. Э, Эр, Т, Игрек. Пойти. Мне получается. Ну, да, я попробую. На. А, моя. Вот, получается. Ну, у тебя получилось. Ну, ну, я не знаю, на какую кнопку ты нажал. А, закрывай. Пушку наверх подними. Ой, не так же высоко. Все нормально. Я сейчас выстреленную в одну точку, а то пушка. Это странно. Ну, давай смотреть следующую постройку. Тогда. Следующая постройка, ну, наверное, это Т-52. Что-то Т-52. Там немного машины непроработанная, но, в принципе, сам там очень красивый. Стоп, моментальная загрузка уже включена. Он сделан почти по... На гусеницах. Не, он не на гусеницах, он фейк. Но он сделан идеально, как в реальном мире, только там немного сделан побольше. А что, не крутится гусеница? Гусеница не крутится. А пружина зачем тогда? А пружина это для подвески. Вот тут внутри залезать. Но это не очень проработанный, он просто красивый. Куда ходить? За переднее сидение самое вот это. Сбок меня. А, нашел. Кьюэ, башня и ЗЦ. Не, по-моему, РТ, РТ еще. Там поршень, да? Да, там поршень. А зачем было поршень встать? Ну, поршень, он будет так надежней. Так. И он еще этот... У него, получается, крутится башня, поднимается пушка. Еще он может... Он, кстати, очень хорошо дрифтит. Вот есть камера есть, куда-то смотрится. Типа от лица World of Tanks, что ли? Типа того. Так, еще есть кнопки. Первое лицо. Лицо от этого. А это от разных позиций камера. Да. Там еще, по-моему, через... Ответил вот так, как там. Там, по-моему, еще через башню можно смотреть. Даже можно смотреть в воду от башни. Тут, конечно, надо. Дальше можно смотреть еще от... От этого... Ну, люка сверху, который находится. Да. И еще тут вроде бы есть. Еще можно смотреть от пушки, которые там. Пробую башню поднять. Вот, то есть пушку. От танка 30 пушек. Нет, конечно, много чего не стоит. Он еще на подвеске, да? Да, на подвеске. Но она очень легкая. Показать. А как мы будем ехать? Ну, ладно. Ну, покажи, давай. Ну, вот все механики. Ой. Вот почему мы постоянно летали куда-то. У него два колеса, чтобы он ехал быстрее. Он едет 80 км в час, или просто 80 км по билдоботу. Я не знаю, как переводится скорость. По-другому переводится, ну ладно. Но кажется, он немного медленный. Он не может поехать, ну, там. Через воду он ехал. Так, она возгрузила. Найди, он вообще не крутится. Ой-ой-ой, там колеса даже перекручиваются. А резку нужно на другую делать. Так, это убирай. И я на самом деле. Сейчас проверим тогда твой подвес. На обычном. Она работает довольно-таки хорошо. На обычном блоке, на двойном блоке даже. Он, по-моему, может до пяти блоков заезжать. Точно не помню. Нет, ну сейчас будет супер препятствия. Ещё я сделаю тут? Ну, такое тоже можно. Нет, я говорю про суперсложные препятствия. Много блоков. Ну, типа, обычно же такие препятствия. Ну, это самое лёгкое. Где? Вот это самое лёгкое с блоками. Это не лёгкое, это самое частое то, что бывает на дороге. Бугородчики. И финальный будет пять блок. Ну, по-моему, пять блоков. Это не пять. Немножко. Ну, десять же делений, это пять блоков. Ну да, пойди. Ну, поехали. Расфиксирую, наверное, буду ехать я всё-таки. Мне изоляцию включить. А чем? Ну, там просто кто-то ездит. Мне не надо. Так, проверяем подвеску. Один блок, он поездить сможет проехать. Но это надо на разгоне, именно. Вот. А, вот проехал. Что-то он вообще не едет. Он когда в полёте, тогда он быстро едет. Но он вообще не едет. Что-то с колёсами не так. Мне кажется, одни колёса едут в одну сторону, другие в другую. У тебя скорость 20. Ну, вот тут он что-то проезжает, да. Там колёса друг другу мешают. Это значит... Это башню назад. Сейчас. Башню назад надо повернуть. Не, прозрачность на 0% поставь. Показать все механики, да? Ну да. Он тут может ехать, но тут что-то с колёсами... А, он тут проехал. Одно колесо проехало и застряло. Не, у него правильно колёска крутится. У него что-то с колёсами не так. Он поэтому ехать не может нормально. Ну, тут да, он застрял. Ну, он застрял, потому что там колесо одно. Ну, пока он может ехать. Ну, потому что... Ну, попробуй по вот этому. Вот, колёса переворачиваются, когда вот всё ломается. Как я попробую? Я не могу заехать сам. Перезагрузить? Да. Когда колёса вот эти переворачиваются из-за шарнира, тогда он уже... Ну, это я никак не могу это изменить. Это возможно. Вот я... Ну, как минимум. Нет, зачем так? А мне протестировать? Ну, тебе. Вот, всё проезжает, сделал по шине. Вот тут. Ну да, он может ехать. Ну, подвеска у него есть. Ну да. Хотя бы какая-то. Он даже, по-моему, задом может проехать вот так. Так. Наоборот, может, по-моему. Ну, тут, когда колёса застревают, он уже почти не может ехать. А не, проехал. Как колёс переворачиваются просто иногда. Всё, давай, смотри, следующий постройку. Чё там? Следующую, AMX-12-Т, наверное. Что? AMX-12-Т. Танк. Ну, давай. А, 6 уровня, да? А почему он зелёного цвета? Я решил такого сделать, потому что я на фото такое увидел. Ладно. У него башня вот так шатается. Тут на одного пассажира только. Ну, значит, кто-то останется без места. Ну, давай ты. Садись. Так. Сейчас я хочу проверить, башня реально болтается. Да, она болтается почему-то. И она, кстати, может вверх-вниз поворачивать. То есть не само дуло, а сама вся башня. Ну, кажется, да. А где вход-то? А, вход там сверху. Вверху. Сейчас. Там даже маньки не надо быть. Да, это... У него 6 колёс. У него управление задом наоборот. А, сейчас. Или куда надо ехать, как правильно? У него... Вот вперёд поедь. Так, еду вперёд. А, сейчас. Ну, я не знаю. У меня почему-то такая проблема. Иногда, когда я загружаю, я еду вперёд, у меня наоборот всё едет. А почему башня так вниз смотрит? Когда я еду? Почему тут столько пружин? Это потому что там подвеска очень хорошая. Заново загружить. Заново? Нет. Нет, как поднять эту башню? ЗЦ, по-моему. ЗЦ? А, вот. Сейчас я к тебе приеду. Кью, как обычно. Это влево-вправо. Ну, я понял, да. Екью это вращать на месте. Сейчас, пониже опущу. Вот. Екью это вращать на месте башню. Медленно. Ну, это я сделал потому, потому что если вниз посмотреть, и скорость будет большая, и в бок начать смотреть, то тогда ты улетишь. Ну, я это решила, эту проблему тем, что взял просто маленькую скорость. Он может вот так вот ездить. Он очень быстрый. Он может ещё этот, наверх стрелять. Вон туда, кто ему заедет. Ну, он максимум может стрелять где-то от 30 градусов. Как и в реальности. Ну, хотя бы столь. Ну, у него вот это прикольно, да, башня. А ещё чего он может тут ещё есть равно? По-моему, э-э-э фото стрелять. Как обычно. Через меня пролетело как-то. А-а-а. Э-э-э, это камера. А зачем тут камни-то эти. Камни? Ну, чтобы было весело. А, да, он может по ним проезжать. Ну, давай прозрачный 100% тогда включай. Ой-ой-ой. Ну, тут у него, да, много чего. Ну, всё. Танк сломался, перевернули все эти. Где? Тут шесть колёс, много пружин, и всё. Ой-ой-ой. Я застрял. У меня пушка в моей же пушке застряла. Ой-ой-ой. Ну, ехать он по камням даже может, это круто. Ну, да. Ну, всё, можно следующее загружать. А, следующее? Куда башня улетела? Это бывает. Каждый день. Я остался в танке. Я загрузил тигр сейчас. Пошёл танк. Или тигр. Да, танк. А, всё у меня. Так, всё, давай начинать. Он тоже одноместный. Мне кажется, это не тигр. Это, который до него бывает. ВК-3001H. Ну, английская такая, похожая на... Ну, хэ, короче. У него подвеска получше. Или это тигр? Без этой прокачанной башни. Это тигр. Ну, да. А ты какую? Откуда знаешь, что он такой был? Ну, у тигра сначала была такая башня. От ВК-3001H. А потом такая уже, которая сейчас у тигра. Ну, я построился... Это первая версия. Без новой башни, без новой пушки. Никого не принимать? Или принимать? Принимать всех. Здесь у них есть доступ к вивку. Чего? Что это там? Пушки? Не на пушки. Не на пушки. Не на пушки. 80 пушек. Ребята, я создал группу ВКонтакте. На случай, если YouTube закроет, подписывайтесь туда. Я вернулся. Тут тоже, да, подвеска, что ли? На подвеску хорош. Поднимается пушка, крутится пушка. И, кстати, я так и не решил, какой механизм сделать для пушки. Вот у этого танка механизм колесо. У АМХ вся башня поворачивалась. У Т-52 поршень. Я так и не решил, какой этот взять. Он рифтит довольно-таки хорошо. Даже в дуле есть дырка вот эта. Можно еще проверить, насколько сильный он, ну, едет. Я создал группу ВКонтакте. Стоп, сейчас. Я создал группу ВКонтакте. Если тебе не сложно, подпишись. Я тебе потом ссылку скинул. И те, кто смотрит это видео тоже. Там будут все видео, новые, старые. Ну, тут был нужный разгон. Так, а что ты построил-то? Это, чтобы протестировать, насколько он хорошо едет. Подвеска? Да. Так, сейчас, пушку подниму. У него пушка сама вниз лезет. Ну, я пусть там восемь пушек. Ну, да. Я еще сделал маус, но он вообще недоделанный. А почему ты еще сделал-то изо льда? Ну, что было тяжелее. Нет, ну, типа по льду можно скользить. Это нечестно. Ну, ладно. Ну, я могу сделать этот. Ну, показайте механизм. Ну, покажи. Ну, знаю, почему застрял. А, вот почему застрял. Нельзя на пушку этот. А ты можешь, по-моему, перевернуть с помощью пушек. Попробуй поднять. А. А, не. Насколько пхп. Ну, у всех твоих танков такая проблема. То, что у них вот так могут перевернуться. Ну, да, я не знаю. Ну, и это еще и плюс, то, что подвеска есть. Может, я не знаю, как это решить. Там просто ограничитель поставь, и все. Где шарнир? Все, можно смотреть следующее. Субтитры сделал DimaTorzok Димаique. Дима. Продолжение следует...